Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. На предыдущем видеоролике, связанной с гонкой вооружением, вы набрали более 150 лайков. Это значит, что уже прямо сейчас мы записываем новую серию для вас. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на вашу активность в виде лайков, комментариев, подписок на канал. Сегодня, как всегда со мной, неизменный лучший игрок матчмейкинга это Артёмчик. Поздоровайся! И сегодня мы будем играть на новых немножечко вооружениях, измененных. Как вы знаете, в последнее время дико жестко, интересно нагибает вулкан. И сегодня мне пришла в голову идея посмотреть вообще, что будет у нас в матчмейкинговой карте, если один будет играть на вулкане, другой будет играть на жиге. То есть, по сути, у нас есть супер имбовая пушка жига с устройством на зажигательную смесь. И есть вулкан, который недавно неплохо так апнули. И в общей сложности можно будет попробовать протестировать данные два вооружения в виде гонки вооружений. И решить, какое из этих вооружений вообще, по сути, нагибает лучше. Поэтому, начну я, наверное, таки сегодня на вулкане, Артёмчик начнёт на жиге. Следующую катку мы меняемся, как всегда, играем два полноценных боя. Ну и в итоге смотрим, кто лучше нагибает, у кого лучше получается. И вообще, подводим итог, на какой из этих двух пушек можно всё-таки больше набить опыта в матчмейкинговых боях. Сегодня у нас не будет захвата карты. Артёмка можешь уже жигу одевать, в принципе, чтобы долго не задерживать, выбирать там модули. Я уже. Что касаемо резистов, всё у нас, ну, как бы, у кого как у меня дефолтно. Сегодня у нас не будет никакого захвата флага, потому что, по сути, в прошлый раз мы не смогли полноценно выявить полезность и максимальный импакт вооружения. Можно так, наверное, как-то сказать. За счёт того, что были доставлены дополнительные флаги, за которые ты получил опыт. И, по сути, в каком-то минимальном размере всё решал исход не твой личный опыт, который ты набил за счёт того, что ты уничтожал противника, но и тот опыт, который ты получил за счёт доставки флагов. Сегодня я решил покатать контроль точек. Можно было бы, конечно, попробовать и TDM-очку, но я хочу попробовать всё это вооружение в ЦП, потому что мне кажется, что на данных вооружениях можно нереально много нафармить и показать какие-то жёсткие результаты. Ну, а если вы предпочитаете какой-то либо другой режим, либо другие вооружения хотите посмотреть, то можете по этому поводу тоже в комментариях высказаться под данным видеороликом. Ну, а мы, я думаю, что уже будем начинать. Я тут набалаболил на минуты 2-3. Я думаю, что больше балаболить тут нет смысла. Идём катать и пытаться нагибать Артёмчика, которому я уже полноценно 0-1 проигрываю. Поэтому, надеюсь, что сегодня удача будет на моей стороне, но я думаю, что Артёмчик... Поддамся. Да, поддастся, он рассказывает, он тут сказки. Поддавки он играть не умеет. Лучший игрок матчмейкинга. Сейчас солью. Это, конечно, полноценная, наверное, не совсем точная информация, но, по сути, играть данный молодой человек умеет очень даже неплохо. Поэтому посмотрим, что у нас будет сегодня. Карта Иран, цепешечка, надеюсь, что не будет критов, потому что это самое, наверное, печальное, что может произойти на данной карте. Ну и начинаем. Вулканчик мой уже начинает разогреваться потихой. Жига, конечно, наверное, тут будет даже немножко поактуальнее. Хотя посмотрим, посмотрим, у кого здесь лучше пойдёт. У Артёмки тоже будет шанс свой на вулканчике следующую катку сыграть. Не знаю, что там, конечно, будет по карте. Повезёт ему лучше или меньше. Хотя, по сути, наверное, невелика разница. Не, Артёмка? Самоката не за счёт. Ну, поэтому посмотрим, что да как. У меня уже, в принципе, неплохо начинается всё дело. Жиги увижу против, надо, походу, резист поменять. Что касаемо устройства на вулкан, мы используем... Как оно называется? Я уже забыл. Короче, нагибаторское одно устройство. Кумулятивное что-то. Да-да-да, короче, какие-то там кумулятивные или не какие-то... Короче, за 20 тысяч устройства на поворот башни. Вот так будет проще, наверное, объяснить. Я резист от Жиги взял. Ну и всё. Рассказывай, Артёмчик, как там у тебя нагибается. Ептить, он опять меня обгоняет уже. Я в шоке. Ну что ты, блядь, за человек-то такой, Артёмчик? Давай ты не будешь, что-то нагибать. Может быть. Я уже овер свой первый заюзал, но, походу, я обосрункался с этим овержаевым. Хотя, не, вроде, пока ещё живу. Вроде пока живу. Блин, ну тут, конечно, на респе можно жёстко много урона навести. Чёп свой по мне не стерил. Если бы мне ещё чуть больше шансов бы давали бы на эту стрельбу, я бы, наверное, тут ещё больше наколотил. Ты свой овер уже прожал? Да. Ну и всё, уши их. Так, ну ты вообще, по сути, досрочку можно сделать, наверное. Мы там что-то разваливаем, дико-жёстко. Я попытаюсь понакидывать, 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 понакидывать. Так, что тут, что тут, что тут, три танчика противника. Блин, там, сука, куполочек поставил, зараза ты драная. И я на респе ещё от риса с овером ушёл. Давай-ка, Артёмчику, по башке тоже накидайте. А то чё это я на респе ухожу? Он там живёт, сидит на этом центре. О, о, ха-ха-ха! Сука, так тебе надо! Вот, и не только меня нагибают. Вот, и Артём, сука, рейх, что это за бред? Просто я с овером, как дал мне в эту башкарик. Я в шоке, сколько урона мне сейчас влетело. Так, я думал, тут мы досрочку будем делать. Походу, тут досрочкой даже близко не пахнет. Не знаю, где тут, правда, овер прожать. пойду я наверно на левый фланг задавлю когда-то мы эту карту играли в одном очень замечательном престижненько турнирчике артемчик ты помнишь что это был мир мирчик что это был за турнир в режиме цп а не помнишь как мы здесь нагибали всех подряд не то в д это то флорс of the point of that я хотел сказать и ранчик вот это было время вот это была бомбочка пытаюсь заговорить ему немножко зубы о том что то блять опять нагибать начинает не получается не хочет да да не хочет он не это самое не хоть не хочет под подыграть немножечко так подумать своей головой например на чем-то я пока по-быстрому по-быстрому накидаю накидаю урон чикой будет вообще все великолепно так мы 15 опыта отрывает в принципе очень даже радует если честно уже 20 но это мало-мало но согласись даже копеечки хорошо что мне сейчас не застойку хантеры сейчас стопан уже 50 ладно ладно все 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 хорошо 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 я тебя понял эти услышал до 50 80 я вижу я уже и накидываю урончик здесь что она косая не попадет то место куда я их накидываю оп 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 давай 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 одного слил еще 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 блин я уже горю как я не знаю кто опа давай 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 чё я понял я где-то мину нашел неплохо великолепно вот именно с овердрайвом с прожатым я должен был найти где-то минку но это но это бог просто бог на губа тупо бог на чека 2 с половиной минут нифига себе мне уже казалось что катка должна к концу подходить а тут еще только начало можно так сказать все так потеешь ты я это я особо не потею и так чисто на расслабончики артемчик ну как ты прям прям чисто на расслабончики нет по четыре сотки можно колотили это еще полноценно прошло чуть больше половины боя нормально нормально неплохо мой дешевле что ты ну на уж ну бы ну да поэтому у него сколько вернее у нее сколько опыта посмотри-ка посмотри сколько опыта артемочка глянь-ка сколько там чего там что наверно за 50 принципе много я думаю что она нагибает получше чем ты ну нет но он называется называется он еще 5 опыт так уже конечно наглеть нельзя артемка как некрасиво делать моим базаром это не по нашему и без правил красиво ты придумал бои без правил григорий давай завязывай с боями без правил так 5 опыта отрыва это очень хорошо не но вы видите что по вооружениям держимся очень очень близко это значит что одна что вторая пушка примерно сейчас находится в приблизительном одинаковом нагибаторском балансе посмотрим конечно что будет когда мы поменяемся вооружениями но пока все довольно довольно близко у нас складывается я конечно надеюсь артемочка сегодня нагибать поэтому потею изо всех сил вы сами видите что я стараюсь стараюсь как только могу осталось полторы минуточки на колома минусом и нормально нормально о минус овер артемочка сказал а я знаете что делаю правильно я пойду на рез пойду на рез и пойду прожимать овер драйв овер драйвик пошел урончик совали рассказать об минус один брел меда дашка на когда ушла ладно еще плюс 2 и жига овер прожала офигеть блин как же неприятно сейчас было как же сейчас неприятно было не отемка я думаю что тебе надо просто нарез сейчас у тихо едет давай давай слезь и слезь и слезь и слезь о молодец артем чеклу сейчас пятеных танцы восьмерых и двенадцатерых всех ты сольешь конечно я тоже улетел то нарез ладно мы можем и стоит еще карточку выиграть если честно осталось 30 секунд до конца надо потянуть надо потянуть обязательно он давай 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 урон 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 еще 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 давай 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 ну только не кричи давай спокойненько надеюсь что у меня есть шанс минус совет как у меня есть шанс давай еще урон давай шанс давай полноценно что вы слабый не можешь еще накинуть хвата стопанул я по 720 давай 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 231 сколько 65 не но это жестко 700 опыта 700 и 670 более для цепочки полноценный за 7 минут что думаешь еще по этому поводу по 35 килов я считаю что очень много не нужно это очень много эти скажу так ну что теперь мы меняемся местами меня на только жигу одеть зажигательной смесью ну и полноценно посмотрим теперь что артемчик покажет на своем нагибаторском вулкане посмотрим что получится у нас в этом плане я надеюсь на то что будет что за давай только блин вот карта небольшого сейчас будет и сейчас будет большая карта то у меня будет очень мало шансов да сейчас будет нормально такая маленькая небольшая то будет все честно вот полноценно будет все честно отрыв было если не ошибаюсь где-то в 70 опыта но по сути наверное это не так важно по что у меня уже крит ошибка по что на супер карта лучше как я надеюсь что развиваемся тебя сразу также крита нет как и меня потому что иначе текаре то нет потом потом у тебя уже будет горать намного больше правильно артемчик поэтому я на твоем месте бы сразу бы обновился дабы уравнять шансы не не думал о таком сейчас выравнивать шансы да только слабые уравнивают шансы так кстати в предыдущей катке сколько резов было джиги от вулкана там был один рез если я не ошибаюсь сколько было джиги 2 нифига 24 от меня уже здесь 4 от меня уже здесь 4 вы как-то после вулкана на джиги как-то непривычно если честно прям такой такой переход жесткий а у тебя как вообще после жиги на вулкан из профессионал ну ладно лучшим игрокам матчмейкинга я думаю что безравенцы на чем играть ниже нагибают всегда и всех это ошибка ой но я сказал лучше обновить сразу а то он опыт думает честно фармит и к слову артемка ты сейчас обновишься то у тебя этот самый овердрайв спадет опять у нас все обломали в этом плане одно обновление добавили и минус 1 сделали великолепно так ну хорошо артемчик не послушал меня надо было послушать ему надеемся то что мы еще эту каточку потянем и попробуем набить еще больше рекорд чем в прошлой катке даже несмотря на то что крит ошибки как бы выбила при том что на молотове вещь на молотове выбила она и ранит где должно прокать постоянно этот крит его не было удивительно все равно 1 не 1 но на и ранее даже бывает и в первый бросает в крит но в принципе также как наверно как и на этом молотове также критует постоянно по кд так ладно ты на карте или где я тебе не вижу да ты вернулся я вернулся на насосы не ноет ничего страшно 30 от меня знаешь сколько резов как думаешь угадай сколько резистов все противников 7 противников сколько резов все мы не так тишина шире 55 резов но неприятненько я сказал бы я все-таки надеялся на меньшее количество вот этот мамонт сто процентов с овером проверяй все было дефолтно и понятно сразу как он только двигался в ее стороны сразу уже все понял что он с овердрайвом будет жалко что он технически нагнул 6 и 5 тенге ну было бы намного лучше я ну здесь на жиге когда ты берешь по этому резу когда у тебя а он еще и овердрайв на своем пункте прожжетесь помощь если у меня нет овер это все очень печально если честно на жиге на вулкане мне кажется что даже можно урон и еще побольше по накидать и плюс ты с расстояние как бы кидать может вообще в этом плане великолепно ладно я пошел нарез меня умер поражал пора немножко его реализовывать где еще раз хоть пару-тройку фрагов заберу здесь иначе то будет провал а зависим великолепно просто обожаю стоп я не где они прожал аптечку из-за того что у меня залагал меня в шоке просто что за игра что за великолепные события происходит в этой игре я чуть мышку случайно не включил так ладно надо еще и выиграть этот бой если честно полноценно но карту конечно нам закинула ну максимально неприятно я ненавижу это если честно молотов хотя карта неплохая но вот как она реализована в матчмейкинговых боях то просто провал с этими всеми баги мои лагерей это просто провал на шмот на вес что даже овер не жмешь а то типа мне формирую нормально поддаюсь я люблю когда мне поддаются особенно когда я выигрываю вообще все великолепно получается я прожал овер что произошло объясните мне пожалуйста я подъехал к челику на харьке а у него подрывнике взорвался пока обожаю мои тела и цитаты стойте стойте мои кто не знаю кто но это был не я и это было очень обидно что это был не я артемка уже потихо и начинает отрываться не она столько резов я конечно этому не был готов я в шоке оболбанули что ли стукой резов контакт давай 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 убейте меня убить то не сливать а много места это место при тормозе и да друг пожалуйста сюда сюда ты быстро бьешь на не на есть вернее печально что они так подъезжают просто человек поставил бомбу они вдвоем подъехали ольбом богу я бы забрал пару тройку фрагов дополнительно а ты вообще видишь что как только короче у тебя или у меня есть овер ты сразу чуть чуть вперед вы вытягиваешься потом уже до его нет опять догоняем друг друга тупо за счет овера все весь опыт практически на оверах бьется полноценно этих ботов пуска не решает очень давай 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 такая что постоянно баллон был ну блин видишь как ну мне это надо еще бегать за ними мне надо догнать одного слить второго слить третьего слить не номера конечно о боже я опять слился знаешь на ком угадай не как мне на 5 этот хорек с подрывником с респа его просто вырубаешь он взрывает меня как говорится я сам уйду на резку и тебя вместе с собой заберу получается просто провал так ну ладно зато мы катку выигрываем ваще жестко не по пятьсотки уже набили опять этот хорек хорошо хоть у него сейчас подрывника не было так я опять соглашу эти с овером и на надеюсь что сейчас я заберу противника давай давайте так мама ай баллон закончился давай жирный уйди пожалуйста не прожимай только жиробас еще и прожимает счеты еще взрывает опять меня слили опыта не нормально идем на 700 очку может быть хотя нет меня уже овера не будет походу 800 очка уже тяжеловато я накатка зато полноценно выиграна попытаюсь ясно у тебя этого самого овера нету нагибай там центр там под куполом молодые люди стоят было неплохо если урон накидал не ну это провал конечно это просто провалище какой-то все у меня нет овера и походу за счет этого сейчас оторвался на все печальничка вот вещь чуть в запоздании у меня овер и до свидания и просто все получается получается сейчас был вот если было бы еще немножко времени 65-75 опыта давай давай еще 75 а там было 65 да и зикат не ну что я могу сказать полноценный из данных двух боев я могу сказать точно то что вулкан все-таки если рассудить по данным двум каткам чуть-чуть превосходит даже жигу но это наверное благодаря тому что ты с вулкана можно носить с большого расстояния урон и тебе не надо подъезжать куда-то в упор к противнику и пытаться как-то контролировать респ ты держишь расстояние у тебя все хорошо в этом плане получается и ты за счет этого можешь как бы накидывать дэмэдж не сближаешь с противником здесь я довольно много приходилось мне сближаться с противником плюс еще какие-то подрывники плюс мамонты плюс еще что-то из-за этого происходят такие моменты когда ты сливаешься либо те например там 105 hunter как артемку в предыдущей катке на иране из-за того что тебе приходится сближаться поэтому в этом плане на немножечко на чуть-чуть буквально вулкан все-таки предпочтительней нежели жига и можно целиком и полностью сказать то что жига сейчас с вулканом находится просто в идеальном балансе для матчмейкинга и на харьках использовать данные два интересных вооружения можно просто превосходно как вы видели по данным двум каткам по 700 очки понятное дело что мы потели по 800 600 опыта можно спокойно дело набивать вот такой вот видеоролик у нас сегодня друзья получился если вам понравилось если вы хотите чтобы мы продолжали записывать такие вот соревновательные гонки вооружений безусловно вы можете также предлагать свои вооружения но я думаю что пока что мы остановимся на именно харьках с интересными разными пушками потому что по сути эти корпуса являются самыми доминирующими и легко на них наиболее большое количество все-таки можно набить опыта поэтому мы остановимся на данных харьках но вот свои пушки вы можете полноценно предлагать в комментариях под данным видеороликом ну и напоминаю как только набирается на данном видосе 150 лайков сразу же выходит следующий видеоролик у нас на этом все спасибо ребят за просмотр всем удачи и всем пока всем пока